Кох у нас там что-то серьезно горит так, где-то километров 10 отсюда, но такой столб, просто мощный столб дыма, думаю что у нас пожарки ездят по трассе, я на втором этаже вижу, одна поехала, вторая поехала. Сегодня утром проснули, сейчас уже обед, все полностью село было в дыму, верхний воздух придавил вот этот весь дым, там до сих пор горит и горит очень серьезно, там просто какой-то огромный сильный пожар, местными властями, то есть местными силами не получается, я разговаривал там с одним соседом, вот это все дым от этого пожара, вот это не облака, это все дым, и сейчас ветер, там просто ничего сделать не могут, говорят что просто скорее всего будут привлекать МЧС, тут и техника ездит, и трактора такие гусеничные, типа тягачи с огромным плугом такой на метр, широченный, огромный, здоровый увидел, поехали. В общем вторые сутки ведут, и вчера ветер был очень, ну такой с утра, ну не с утра в обед где-то, потом ночью был ветерок, вот это сейчас ветер, сухо, дождей нету, ничего нету, просто горит и горит, будут на это, на село идет, сюда идет, сюда ветер, весь пожар идет сюда, говорят километров 10 отсюда горит, я думал поехать, потом думаю, ну что я там забыл, ехать по лесу сейчас, где-то кто-то будет ехать, мешать. Знаете, даже сегодня для меня стало таким откровением, что даже стеклянная бутылка, если она целая, лежит где-то в траве, от нее может произойти загорание, я сначала не понял, а потом все-таки понял, она может сыграть роль увеличительного стекла, и где-то зайчик раз загорелась и все. Это мне сегодня соседи сказали, говорят, бутылки бросают, вот поехал в лес, бросил бутылку из-под водки, из-под пива стеклянной, вот они могут быть причиной пожара. Так что призываю всех, если вы едете в лес отдыхать, все что привозите с собой, не оставляйте мусор в лесу, забирайте с собой, выбросьте в городе в бак мусорный, и оно пойдет на полигон. В следующий раз вам же будет приятно приехать в лес, на то же самое место, где будет чисто. Ну как-то так. Прошло буквально пару часов, и новый очаг возгорания пошел. Я уже все снимаю как бы отсюда, чтобы не ездить, не бегать, но там что-то тоже серьезно горит. Все-таки мы решили съездить на пожар, поедем, посмотрим. Что-то уж очень сильно разгорелось, я ездил в магазин, смотрю, просто все небо затянуло, сейчас покажу. Вот это к трассе выехал, вот это все полностью, вот это все дым от пожара, как будто бы гроза там. Сейчас поедем на наше поле. Ну отсюда километров 10, наверное, горит. Вот это все дым от лесного пожара. Там вон чисто все. И вот это аж туда тянет, оттуда, вот там идет, вот это все пожар идет. В общем, доехали мы до конца поля, и тут еще, наверное, километров 5. И тут все горит, ну там дальше. Так что будем мы возвращаться домой. Скорее всего, ну не скорее всего, будем возвращаться домой, потому как смысл заезжать в лес нету. А то, что посмотрели, что здесь нету пожара и еще к селу далеко, это уже хорошо. А тот, что был пожар, мы выкладывали на канале, вот прямо по курсу, вот тут горело. Тут все затушили. Ну, вот такие вот у нас дымные облака. Мы почти уже приехали, но все-таки хорошо, что это далеко от села. Ну, по крайней мере, достаточно далеко, чтобы службы могли справиться с пожаром. Ветер меняется. Будет нам завтра. Ой, как хорошо дышать. Просто, наверное, шикарно. Утром дышать нечем было. Народ жаловался. Вся деревня была в дыму, как в тумане. Ветер поменялся, все это как нас накроет. Будем и мы, как сажатрусы. Конечно, это не смешно. У нас как вулкан там взорвался. Ребята, 8 число. Позвонили только что мне здесь по телефону. Сказали наполнять все емкости водой. Очень пожароопасная ситуация. Горят дома. Вот в Хомутово у нас горит дом. В Баруе вот буквально возле села тушили. Это вот соседнее село с нами. В общем, все в огне вокруг. Бори нету. Я послала парней набирать емкость. Вернее, подключить к этому, к скважине шланг посмотреть, чтобы с помощью скважины тушить, если что. Короче, экстренная тревога здесь. Всем сообщения раскидывают. Видите, уважаемые жители, здесь пожароопасная обстановка. Короче, наполняйте все имеющиеся емкости. Будьте бдительны. Вот, видите, пожары. Скидывают, скидывают. Это в Хомутово горит. Вот это вот сейчас покажу. Возле нас тушили. Где, 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 где? Вот. Вот это тушили лес. Вот видите, это соседнее село с нами. Двор. И вот прямо возле дворов горит лес. Это, скорее всего, ночью вот это или сегодня утром тушили. Вот видите, села и горит лес. Сейчас сказали экстренно всем-всем-всем наполнять емкости. И, короче, ой, напряженная такая атмосфера. Поэтому будем молиться, чтобы до сел наших не прошел пожар. Но приготовление мы делаем. Сейчас парни подключаются к скважине, чтобы все было подключено, все было на готове. Если что, и дома тушить, и лес тушить, если пойдет пожар. Короче, со всех сторон эти пожары. Не знаю, есть ли на нашей стороне, где вот этот лес? Вот этот лес. Потому что Баруй находится за трассой. Ну, то есть, по другую сторону дороги от нас. Вот там Баруй где-то находится. Но по другую сторону дороги вот так идет дорога. Но если перекинуться эту часть леса, ну, короче, будем здесь все это дело тушить. Короче, сидим в напряженке, посмотрим, что будет дальше. Может, все обойдется. Но ветер сегодня очень сильно поднялся. Ветер не на руку, конечно, жителям, не на руку людям. Потому что пожар разгорается еще сильнее, есть еще больше села. Ветра сегодня очень-очень сильные. Прямо бушует ветер сегодня. Это папин самолет с Москвой. У нас уже это, огонь прямо возле села. Самолет летит. Мама, вдруг он пену будет сбрасывать. Вон там самолетик. Вижу. А, он уже видел дым. Сейчас будем молиться, потому что прям, смотрите, вот село. И вот лет за летом возле села. Тут у нас в чате, в общем, говорят, давайте все с лопатами, все с этим. Это, наверное, на разведку самолет прилетел смотреть ситуацию. Прямо возле села горит. У нас тут соседнее село, заборы, говорят, горят уже. И вот прям, прям лес возле нас горит. А у нас еще возле грядок все соломы, она быстро разгорится. Она на той стороне трассы, но все равно, если на наш лес с этой стороны перекинется, это все. Ветер идет в нашу сторону. У нас электричество отключили, представляете? Сейчас мы не можем Боре дозвониться, чтобы скважину подключить. Будем молиться. Можно я попробую позвонить? Он в самолете. Куда ты позвонишь? В рельсу? Он трубку не берет. Он сейчас вот-вот должен прилететь. Как только увидит мой звонок, он ответит. Нам срочно нужно скважину подключить. У нас в бочке есть вода, но у нас мало ее. И чем ее носить? Ведрами. Но это мало. Надо скважину подключать. Он прям уже все. Сейчас уже отсюда будет пожар виден. У нас песок есть? Короче, ребятам, сейчас молимся. Давайте садимся, чтобы Бог остановил пожар, чтобы он на село не пошел. Мама делает список вещей. На всякий случай. Ребята, огонь подбирается к селам. Прям очень-очень близко. Мы когда-то сборили. Ну, по крайней мере, тренировка. В лучшем случае это прям будет идеально. Записываю, что это сейчас дети пошли за мешками. Что выносить из дому надо будет. Благо, у нас тут лантра есть. Быстенько в нее все закидем, отъедем. От огня. Документы мы уже собрали. Деньги собрали. Технику, типа планшеты, ноутбук, но только мой. Сейчас нужно тоже будет его собрать. Собрали внизу, сложили все на полу. Вот я пишу, что еще нужно будет из этого все вынести. Быстро. Понятно, в идеале это вся одежда, это постельное белье. Потому что это то, что самое дорогое потом. Техника, типа блендеры, миксеры. Вот это все. Но это в идеале. Вообще в идеале, чтобы сейчас костер огонь не дошел до нас. И вот этого все вообще не понадобилось. Но как бы я напишу, чтобы мы знали, ориентировались быстренько-быстренько, что выносить. Ребят, даже не представляю. Фух. Никогда я так не нервничала до этого. А тут прям... Вы сами видите масштабы. Пожарящий огромнейший. И ветер идет на нас. И Бори нету мужской поддержки. И морально, и вообще. Посмотрите, какой дым. Все соседи, вон, смотрю, стоят, смотрят, выжидают. Что же будет дальше? Кто мог? Мужчины всех вызвали на тушение пожара. И Борю звонили, здесь вызванивали. Но я сказала, что он в Москве. Всех полностью мужчин вызывают. У кого какая-либо техника есть. С лопатами, с ведрами. Все там, все туда едут, все тушат, все ограждают огонь. Ну, то есть... Помните, мы показывали предыдущий огонь? Когда этими плугами землю вскапывают, чтобы огонь не пошел дальше. Но пожар очень большого масштаба. Очень просто. Короче, ребята, пожар все ближе и ближе. Я приняла решение. Бори дозвониться не могу. Хотя нам свет дали. В любой момент могут его снова отключить. Мы сейчас собираем все самое ценное. Я выгоняю лантру. И будем выносить туда все. Сейчас дети на площадку всю технику выносят. У нас снизу. Потому что вот этот лес, который очень близко к нашему лесу возле дороги соприкасается. Если он начнет гореть, значит, начнет гореть вот этот наш лес. И лучше уже все будет собрано, чем мы потеряем. И потом, ну, короче, ладно, там что-то такое сгорит. Дом у нас застрахован. Конечно, это все. Это нам негде будет жить первое время. Но будем молиться, чтобы... Я, конечно, паникую немножко. Стараюсь держаться в руках. Но, с другой стороны, я понимаю, что если сейчас что-то не сделаю, потом буду жалеть об этом. Ну, то есть, тоже мне похвалы за это не будет. Я понимаю всю серьезность сейчас положения. Поэтому самое ценное мы выносим в Элантру. В Элантру сейчас выгоняю. Это минимум, который мы можем сделать, и потом просто справляться с помощью скважины, с помощью генератора, если свет отключат. Боря не могу дозвониться. Он уже давно должен был сесть в Москве. Никак не могу подозвониться мужу. Он телефон, видно, выключил и забыл включить. А все это идет на нас, к сожалению. И ветер все на наши дома. Поэтому делаем сейчас. У нас пока Боречка спит. Боречка спит пока. Мы быстренько сейчас в экстренном порядке все собираем, выносим. Ребята, выносим только технику. То есть, то, что дорогое, то, что потом сложно будет купить нам по финансам. Технику, потом будем одежду выносить. Документы сейчас я пойду. Короче, перестаю снимать, потому что нужно Элантру идти выгонять. Гараж открыт. Хорошо, а забор мне открыли? Еще нет. Вот мы подготовили мешки для того, чтобы сюда всыпать все необходимое. Я имею в виду там, например, все для техники, всякие шнуры там. Ну, такое, что потом сложно будет достать. Аня, не знаю, сейчас нам... И одежду будем сюда всыпать. Я это снимаю, но сейчас на самом деле я там сверху собиралась до съемок. Снимаю, просто чтобы вы понимали, как это все происходит. Аккуратненько, Анютка. Да, Тема, давай, Сашенька. Это все очень легко. Пока Боря спит, будем сейчас все выносить. Это очень легко. Вот там наше поле. Сегодня туда приехало очень много техники. Это прямо наше поле. Вот видите, стоят машины, потому что огонь подходит туда. Там и пожарка, и люди. В общем, с той стороны сейчас останавливают огонь, чтобы дальше не пошел. Все, мы почти все сделали. Подключили. Фух, ребята. Пару часов ушло на то, чтобы подключить генератор, вытащить, подключить все шланги. Паша, насадку цепляй. Короче, ребят, дождь начинается. Слушайте, как мы молились, чтобы дождь начался, ветер успокоился. Успокоился сначала ветер, а сейчас чувствую, капает немножко. Почувствовала, нет? Или это мне показалось? Да нет, капало немножко. Короче, ребята, протянули мы оттуда шланг с этим, с насосом. И вот здесь зеленый шланг для того, чтобы здесь, если что, отбиваться от этого. Потому что у нас вот там, по нашей стороне, вот там возле села лес горит. Вот там эти, я вам говорила, писала, горят эти заборы. Не знаю, дома горели или нет, но заборы вот там горели. Насколько лес быстро под это. Там тушат его сейчас. Потом вот там лес горит. И вот там лес горит. Вот там лес горит. Получается, что со всех сторон у нас горит лес. Там очень много сейчас техники было, тушили, самолеты летали, тушили. Вроде бы поменьше. Но с той стороны, если лес, если ветер поднимется и все пойдет сюда, вот это все будет гореть. Вот это вот, это все будет гореть. Поэтому, в общем, ночью здесь люди говорят, по очереди спать будут. Кто, ну, пожилые, кто по домам остался, кто не тушит пожары. Потому что, ну, непонятно, к чему можно быть готовым. Вот такая у нас напряженка. Пока ветер стих, сейчас пытаются все это затушить. Сейчас мы это все будем тестировать, проверять. Тестируем, проверим. Можно я включу? Как это все работает? Паша, сейчас генеатор включишь. Только подожди, Аня будет здесь стоять, а я пойду к тому шлангу. А второй шланг у нас идет со скважины. И все это подключили пока что на данный момент к генератору, чтобы протестировать работу. Сейчас надену и пойдем туда покажу. Все, Аня остается здесь. Мы идем вниз. Аня, пока не включай. Внизу у нас понятно, что когда вы будете уже это видео смотреть, у нас уже здесь все давно прождет. Вот. Но все-таки хочется снять, как у нас это все происходило, потому что свежая информация у нас была в Инстаграме. Генератор включать? Да, давай. Помнишь как? Да. Заслонка закрыта? Да, что сделано, как надо. Давай. Тумблер включен? Сначала, сначала закрутки, сначала выключить. А потом только, когда дарил, включить. Сможете? Резко нужно дергать. Не, резко. Давай. Открывай. Все. Защиту перед загрузкой включил? Аня, сейчас пойду. Паш, должно пойти. Сейчас уже. Включай. А там включил переноску? Да, вроде бы. Ага. А, пошла вода, пошла, пошла, пошла. Я включил. Давай, держи. Подожди, пока не спеши. Так, что я пошла. Я бы вас какому-то нужна. Пока просто мы проверяем, Паш. Аня, должна вода идти у тебя? Дерево, поливайся. Короче, у Паши здесь вода пошла. Все. Паша, поливай, стой дерево. А что, у тебя не работает или что-нибудь понять? Смотри, какая водичка льется. Нету там водички. Сейчас будем проверять, чего у тебя не работает. Сейчас посмотрю работу насоса, работает ли, нет. 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 Не работает насос. Но насос-то не работает. Не могу понять, чего. Сейчас буду узнавать у Бори. Отходила немножко там розетка. Сделали. Поливается. И здесь вот так вот работает. Был у нас здесь сосед. Боря попросил помочь его. Он нам здесь и шланги помогал подключать, соединения делать. В общем, все помогал. И вот мы с ним поставили еще я элантру выгнала. Подцепили прицеп. То есть, если что, чтобы можно было хотя бы там одеяло, подушки в него закинуть быстро и уехать. То есть, я выеду. Буду пробовать как-то. Не знаю даже, как выезжать буду. В крайнем случае, там потом прицеп отцепим. Элантра выеду. Ну, короче. Ой, сложно-то это все как. Но надеемся, что вообще не придется этого всего делать. Да, Джесси? Да. Все, домой кушать. Уже вечер. Видите, дым идет. Не могу понять, насколько близко. Такое чувство, будто, который вот этот близко отбили. Но там машины до сих пор стоят. Мы подготовили все. Вот с той стороны тоже там, возле села горит. Возле соседнего. Но вроде бы далеко. Ну, то есть, нету дыма. Не вижу. Я вон такой рассеянный. Здесь вроде бы все спокойно. В общем, будем держать в курсе событий, что будет дальше. Что-то дыма стало очень много там. То ли прижало к земле просто. Ну, прям все в дыму. Все поле в дыму. То ли снова разгорается. Сюда идет все. Я так время от времени поглядываю и выхожу сюда. У нас уже 2 часа ночи. Дети спят. Я выношу остатки разных вещей, которые нужно забрать с собой, если что. Свет отключили. Хожу с фонариками. Для профилактики свет отключили, потому что сильные ветра. Надеюсь, что включат. Уже вечер. Целый день моросил дождь. Иногда лил, иногда моросил. Все нормально. Все, пожары закончились. По крайней мере, сегодня еще люди там ходили, засыпали дымящиеся коренья. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что не разгорится, потому что сейчас ветер сильный. Я машину пока не разбирала. Подождем пару дней еще, если все угомонится. Все в чатах я буду смотреть, что все нормально. Опасность миновала. Тогда буду все вещи разбирать с детьми уже. Или Боря, когда приедет, уже вместе разберем. В общем, выжидаю и скажу вам буквально через секунды, какая ситуация. Все ли обошлось. Ну что ж, буду заканчивать это видео. У нас сегодня выпал еще снежок. Видите, лежит в лесу снежок. Все затянуто, небо, солнца нет. То дождик моросил, то снежок выпал. Поэтому все хорошо. Для нас Боря, это большая наука будет для того, чтобы быть готовым к таким ситуациям. Переезжать мы точно не будем. Потому что, вы знаете, со многими людьми общалась потом на эту тему. У кого-то наводнение, у кого-то ветра очень сильно, у кого-то пожары. То есть нет идеального места ни для кого нигде. Поэтому искать более идеальное, ну бессмысленно, потому что нигде его не идеально. Города губят своей экологией. Здесь возможны пожары. То есть, я же говорю, где-то землетрясение, где-то наводнение, где-то еще что-то. Поэтому у каждого своя, своя, когда, как это сказать, не то что беда. Свои недостатки места проживания. Это наш недостаток. Но мы хотим быть к нему готовыми. Боречка приедет, будем продумывать систему полива. Систему, ну то, что у нас не совсем было подготовлено, как бы. Будем вместе с Борей продумать это все дело. Систему тушения пожаров у себя по месту. На этом буду видео заканчивать. Спасибо всем, кто переживал за нас в Инстаграме, на Ютубе. Спасибо вам огромное. Друзья, кто с Иркутска звонили, писали. Прям, да, очень сильно мы переживали. Но сейчас все хорошо. Все, всем пока, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok